Некоторые птицы, такие как жаворонки, уже вовсю обустраивают свои гнезда. Другие только спешат в Рязанскую область, чтобы основаться здесь и обзавестись потомством. Самое благоприятное время для гнездования в нашей полосе выпадает на апрель, май, июнь. Но уже задолго до этого можно услышать пение птиц. Так поет синица. Ее трели можно услышать уже в центре Рязани. Я слышу уже голос и синицы большой, и лазоревки. Конечно, стали активно каркать вороны. Их карканье уже немножко отличается от тех зимних. И явно они выбирают себе гнездовые территории, то есть где будут гнездицы летом. В конце февраля, в начале марта гнездицы начали и воробьи. А вот другие птицы, в том числе и перелетные, пока выжидают наступление настоящей весны. Есть самый постоянный экологический фактор – фотопериодизм. День начинает увеличиваться, ночь сокращаться. И вот этот фактор воспринимают все – и животные, и даже растения. Поэтому вот в местах зимовок, в Европе, во Франции, в Испании, вот они это воспринимают, этот фактор, и начинают готовиться к перелету. Вот у них изменяется гормональный фон, начинают развиваться половые железы, появляется перелетный инстинкт, и они со временем отправляются в нашу сторону. Птицы, которые ориентируются на увеличение продолжительности дня, отправились в полет уже в марте. И скоро, в апреле, они будут в нашем регионе. А вот у диких уток не сильно развит фотопериодизм. Они ориентируются на погоду, поэтому не всегда улетают на зиму с рязанских водоемов. И пока некоторых ленивых уток мы наблюдаем уже сегодня, горожан ожидают прибытия более мелких птиц, питающихся живыми насекомыми. Таких, например, как красивейшая золотистая щурка. Да уже и сейчас есть чем насладиться. Три лесеницы, даже особенное карканье ворон в сочетании с солнечными днями – все это позволяет нам радоваться неминуемо наступающей весне и приближению лета. Анна Герцовская, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok